Получается, с ингибитором жира мы делали замеры во время антицеллюлитного массажа. Соответственно, это бедра, ягодицы, живот, как правило, и плечи. Чаще всего женщины, естественно, обращаются. И сам я тоже намазывался этим средством свой живот во время этой процедуры. Вот как вы говорите, что мастер больше потеет иногда, чем массируемый человек. Соответственно, вот здесь уходило до 6 сантиметров. Живот уходил до 11-13 сантиметров за одну процедуру. Процедура, надо понимать, что она полтора часа длится, еще плюс-минус 40 обертывания. Бедра где-то там 2-3 сантиметра уходили, колени уходили. Женщина очень важна вот эти нависающие части, ушки так называемые или калифе. До сантиметра 2-3 сантиметров может уйти за одну процедуру. Сам я тоже замерял свой живот, уходило за одну процедуру где-то сантиметра 3-4. Вот, то есть средство работает эффективно, ну, соответственно, увеличивают качество ваших процедур. Ну, плюс к этому, если уж говорить про антисулитный массаж, то тут все используется. И медовые техники, да, похлопывание, ну, вы, по-моему, делаете, да. И соль с медом можно и отдельно соль натирать, и щетки есть специальные такие, которые, ну, просто такие очень жесткие, так скажем. В быту даже используются, вроде как бы не массажные, но вот их можно использовать. В общем, антисулитная программа – это несколько тема нашего другого видеоролика и другого тренинга, поэтому подробно заостряться на ней не буду. А сейчас мы перейдем к мануальным воздействиям на человека лежа, когда он находится спиной к нам. Об этом мы расскажем в следующем видеоролике. До новых встреч, дорогие друзья! Субтитры сделал DimaTorzok